так ну и ашу вступление можно все игровая культ фактор игры это детское развлечение вся игровая культура построена для детей так думали 20 лет назад некоторые думают так и сейчас но дети выросли а с ними вырос и масштаб игр со временем в индустрию пришли взрослые деньги призовые на киберспортивных турнирах составляют 10 миллионов долл дайте денег огромные деньги тратятся на производство игр а мне деньги сами приставки и компьютеры стоят далеко не дешево а как обстоят дела у людей связанных с игровой индустрией хуёво че могу сказать пока что первые получается ебать я не знаю этом накрасили как-то вообще пиздец ой блять глобус какой как какой глобус блять мужа бобус сука посмотри там тайминг есть что там тайминг есть с тобой вот я вижу а вступление так стоимость девайсов вида заработков аудитория стримеров сколько зарабатывают стримеры почему люди донатят реклама на стримах секрет успешной интеграции в этом видео алексей губанов jesus а вгн андрея голубев и дред кейк вика картер какой-то летвиг блять рикиди читбанет юзя ебать я в одном видосе с юзей пчелкин бустер и майкер так ну в целом состав нормальный как бы я тоже олд твича имею скажем так полное отношение к истории стриминга дред тоже старичок кейк тоже вика картер ну в целом ну нормально вот кто такой летвике я не знаю реки ди ну ну читбанет ладно юзи ок а вот пчелкин то не так уж и давно но в принципе тоже можно наверное хуй знает хотя вот бустер ну он как бы и не давно но в целом внес такой достаточно такой знаете серьезный вклад вообще в развитие стриминга да ну вроде как ну я считаю это достаточно популярный да и большую аудиторию имеет антропофобия спасибо тебе большое за три месяца бля я не могу тут на себя смотреть это пиздец реально юли сегодня стрим сказал что он думал что ты стримишь один-два года понятно блять а еще юзи чё сказал три года я вообще ничего не зарабатывал ну я делал видео на ютюбе и параллельно старался не а чё а смотрите не а можно было бы вот камеру например между ног поставить ваще вот чтобы я вот так вот сидел такой здорово ребят и лагут плевал на вас прям вот между яичками поставили камеры и обсудил мог бы вообще на камеру сесть например все а он шутит а это он так пошутил зарабатывал с ютюба там какую я не могу на сердце на тот момент даже не думал что когда-то на твиче можно будет зарабатывать большие деньги на родители всегда мне даже когда играл уже тут еще ладно ракурс нормально ну блять куда меня заснули менее профессиональных командах где там платили 200 долларов в месяц за игру мама все равно говорил так это конечно хорошо молодец и работать когда пойдем я считаю что стриминг это просто хобби это удовольствие для самого себя кто может стать популярным стримером если тебе это не нравится а кто это просто невозможно и тут главное желание самое сложное и самое важное желание вот даже его даже не обозначили многие люди начинают сейчас стримить когда это вещь на волне хай карты они начинают стримить ради того чтобы заработать вот именно того огонька ради того чтобы заработать и показывают пара 9 вишенка или кто она там блять кто еще тут и пошли значит перечислять с намеком каким-то что я щас не постримить ради того чтобы заработать например 6000 рублей да и в них нет того огонька они не понимают чем они будут заниматься она стоит так пара 9 блин круто streaming приносит деньги там эти ребята катаются на тачках злой компьютер за 2 миллиона рублей а блин тушь хочу стриме то есть как быть нефтяным магнам здорово я тоже хочу но и так просто не работает сейчас очень избалованный зритель который уже видел крутые картинки уже видел крутое звучание и крутые форматы знаете я вот так вот хочу вам сказать если вы планируете стримить шизик спасибо за новоплату первое что нужно заморочиться это точно микрофон микрофон ну да например союз взять вив в спасибо тебе тоже за новую платную подписочку к сарафон пятнашка звуковая карта 10 вебка 15 комп 150 минимум получается 190 и если ты правда будешь хорошо стримить каждый день у тебя будет график тебя буду бля такая хуйня все эти советы я вам скажу вообще ебанная блять тебя ничего не будет вот и все если ты не интересный и как-то не привлекаешь не притягиваешь людей к себе твой микрофон не притянет аудиторию как и твоя камера там и как и все остальное там из оборудования вон папич он же по-моему до сих пор стримит и у него микрофон от наушников вот такой типа который ему в рот идет вот и стримит там на тоже эту вебку дешевую сколько лет как вообще похуй при этом достаточно известный стример и все и ему даже это звуковая карта не нужно поэтому как бы ну посмотреть люди даже 100 человек тебя купится это ну месяц через два чего блять не если тебя будет 100 человек смотреть и вот эти то что он перечислил все эти суммы там 15 10 150 тысяч и так далее купится ну дай бог хотя бы при 100 зрителях если ты не девочка красивая который скорее всего зайдет как шейх задонать миллион если пацан то ты окупишь это никогда представляешь сколько у стримеров видов заработка это донаты это это донаты последнее время нихуя не донатит в принципе подписки но по 130 рублей как бы мы опять же наблюдаем в последние дни не дни а точнее последние дни которые когда я стримил да их становится меньше и меньше вот и реклама сейчас но я чё-то реклама тоже как бы чё там майкс гоу бэцкс гоу все вот это который как бы не так много платит потому что я же не кайсер ну и все зажрался не я не зажрался игру что имеет такой онлайн как у меня я зарабатываю на самом деле совсем немного сколько можно было бы при желании но как-то так зима кста пассивте большое за новоплату подписку реально вот в двадцатом году заебись было в двадцатом году кейсы дохуя платили еще тогда был драгон мани тоже дохуя платили когда все только начиналось sky не только на twitch зашли они столько денег давай ебанись это вообще пиздец вот но если со временем все хуже хуже все меньше и меньше сейчас вообще драгон мани теперь уже как бы я вроде как и не по рекламируешь особо мазеллу повестка пришла блять она им приходит мне кажется каждый год разве нет это реклама на стриме и это я говорю только про то что официально от платформы а еще и а еще это реклама на стриме которая твича хуйня ебаная в месяц дай бог с моими-то зрителями да и с тем что и стримы почти каждый день приходит ну сколько там 150 долларов и рекламной интеграции есть возможность монетизироваться с куда всех от блок продажи своих медиаправ это для тех кто уже сильно вырос и огромное количество еще дополнительных историй которые существуют а то сейчас расскажите по даря стриминг это вообще балдежи тут миллиарды языки да ладно и что же буду стримить куплю секунд за 150 тысяч и у меня будет 100 человек смотрите я куплю эти деньги он покупает комп ебать бабло через два месяца дед с писькой у рта и ничего не имеет поля за скамере сука вокруг этого приходит разработчики игр и просят порекламировать игру из каждого за каждое скачивание ты получаешь дополнительные деньги вот таких вот но да за рейда например много платили до за викингов много платили например вот когда вы там помните вот тут была та штука вот тут и вырегистрировались вот за вот такое заплатили я могу даже сказать сколько кстати чистая инсайд его cd но такое бывает раз в год чтобы понимали да такие рекламные кампании вот как рейд как викинги вы же не каждый не то видите в смысле нет донатов а вот батон спасибо вы же не каждый видите не каждый день видите не каждый месяц и даже по мне каждый полгода такой приходит блять 12000 12000 но только и при условии если я соберу все те регистрации которые нужно было собрать то есть 900 12000 долларов если сколько там в рублях то но это за 950 регистрации получается вроде как ну да но и вот такая хуйня получается это мне а есть другие стримеры как у которых там в два раза было больше регистрации ну и соответственно вариации миллиарды последнее время все больше и больше появляется различных брендов на стримах да где бля суга сорин нахуй мне жопа горит с ебали блять где-то мой канал бля ебать обляпался брендами пиздец вообще ребят обмазываюсь тут сижу короче весь это блять в брендах вот гуччи блять вот и жилет вот и dolce нахуй вот это вообще азбука вкус у меня рекламу купила вот это нихуя видали до века у меня купила рекламу хайпер пока не платят кстати за этот баннер вообще не платят ну а так че майка из голда бэц к из гол не я не жалуюсь я не жалуюсь я в принципе ну ну как бы нормально ну нормально нормально просто так рассказывают в этом видосе что просто пиздец бренд на бренде блять как не зайдешь как будто бы какому-то стримеру и тут просто он я не знаю на лбу написано там какие там еще бренды существуют я не знаю известный популярные крутые бюджет и все больше более крупные компании приходят на стримы на твич узнаю да не то такие стримеры для вообще такой новый вид инфлюенсеров приходят тестируют радует приходят радуются и нахуй идут и увеличивает бюджета что конечно способствует доходы стримеров складываются из платных подписок типа как на netflix но на канал отдельного стримера и пожертв ебать нашли кого показать тоже платят главные зрители стримов сегодня это люди от девятнадцати до двадцати четырех лет от девятнадцати ни хуя у бустера взрослая аудитория я просто помню тогда мы с бустером в торговом центре были блин к нему подходили двадцать четыре четырех лет не ребята это как дрэк как вот который бля мне 24 ну да следом за ними идет аудитория 2540 те самые а это вы здорово геймер из двухтысячных вы здесь 40 лет для такой разброс любителей игровой индустрии открывает я а если честно про возраст говорить ну не от 18 ну от 15 лет ок и вот у меня аудитория тут ну ну в среднем ком сколько вон 16-20 это средний такой возраст ну я знаю многих кто тут сидит да там платные подписчики и может далеко за двадцать вот так что у меня-то еще более-менее взрослая аудитория которые точно знают что смогут найти на стримах свою аудиторию доход стримеров строится из платных по я не могу я не знаю кринж реально ебаные наушники бля подождите мне наушник отвалился в ухе остался ебать ничего себе подожди застрял бля помоги здорово так все минуточку то блядь а вот так еще там складывается заработок подписок донатов и естественно рекламных интеграций комментарий почитай опять же если брать времена там года три назад тогда основной доход это подписки и донаты первое место донат потом будут платные подписки потом реклама хороших чаши все немного изменилось первое место это реклама интеграции второе там донат и и потом уже подписки идут в какой-то момент 2013-2014 онлайн был там уже может быть тысяча тысячи пятьсот человек что для тех лет был прям неплохой такой онлайн вот и тогда естественно заработка практически не было потому что люди вообще не понимали что такое донаты стримеры наверно сами только слышали о донатах может быть от каких-то западных не знаю у стримеров рекламы тем более не было никакой поэтому значит он 100 рублей доната за стрим это было уже типа вау я заработал 100 рублей обалдеть на ютюбе вау мне 500 рублей это уже задавать них уже была партнерская вот эта программа и такой сидишь делаешь такое но окей потом это все прикрылась там по своим причинам на ютюбе ты должен был как работать блин у тебя надо куда там идти что-то с кем договариваться то есть ты уже как какой-то не знаю юр лицо ты вот туда-сюда и здесь вот эта реклама что начинается какое-то телевидение я когда это понял меня это все не нравилось и слава богу тогда вот уже появился ну появлялся твич как бы ну можно было трансляции проводить и были эти сервисы где люди просто напрямую тебе кидая денежку и говорят вот спасибо тебе я такой спасибо большое ну все я значит дальше буду делать я помню я была такая скажем так шиза в голове я заканчиваю стрим сразу захожу в эту площадку куда донатит и смотрю сколько мне задонатили если мне задонатили там ту сумму который обычно привык опять бежит письки блять камеру поставили если нет это куб болиен что-то не так походу то есть у меня реально были ситуации где просто шизик да я реально тогда загонялся ну типа не было же рекламы никакой блять я пострюмлю потом данный шалер захожу такой думать пиздец блять 5 ксаре за стрим закинули ну и хуйня тильт татизавр пасиб тебе большое кстати за новую платную подписку реально а быдло ты ебаная блять дед ну я все понимаю это но ты заебал с себя кремжевать быстро собрался и перестал себя булить то подожди ты блять гексахорд пасиб за 120 рублей мила дайзл спасибо тебе тоже большое за новую платную подписку буквально мы с женой вот такие типа у нас 200 рублей и все как бы конец странная позиция людей ну я вот ты стримеру там нестабильная работа а вот я единственное что у нас нестабильно у нас пенсии это единственное отличие стримеров от людей которые я подожди на если у тебя и пэйли там и все остальное тоже плачь налоги пенсионный фонд и соответственно и будет да и вообще блять зачем тебе пенсия когда стример ты можешь зарабатывать больше большие деньги по факту вот если там очень известный стример у тебя много аудитории просто откладываешь деньги и вот твоя пенсия блять ведь ты же по сути то как бы пенсию получаешь потом из тех денег которые ты вкладывал в пенсионный фонд разве нет не проще тогда эти деньги себе под подушку класть и потом оттуда их брать из этой подушки собственно говоря все ну я понимаю инфляция вся хуйня это окей как бы ну но в любом случае это куда проще чем отдавать деньги государству и то не факт что ты доживешь до пенсии учитывая когда начинается пенсионный возраст 65 лет вроде у мужчин 65 нахуй да это ваще пиздец кефин спасибо тебе большое за подарочную подписку поэтому вот этот предъяву типа надо вас пенсии не будет да вы блять знать какая пенсия в россии да мне похуй на нее будь не будет стабильной работе нет но стримеры которые успешные и популярные они стараются сделать так чтобы они не жили на пенсию я считаю что донат это поддержка моего труда если человек хочет он задонатит он поддержит меня и многие что это блять кто это и мир и думаю так же потому что донат они и стабильны каждый месяц у тебя не будет стабильная сумма то что вот в этот месяц 100 тыс следующий 100 тыс 3 100 тыс все может быть в одном миллион все чем 0 всегда говорил говорю своим зрителям изначально вообще донат добавились исключительно с целью возможности для зрителя как-то проявить себя на стриме то есть если у него есть как лайк зрители давайте проявлять себя как-то поактивнее нахуй там шутка например или просто что-то важно написать спросить есть шутку можно вот так то сообщение будет замечено самый большой донат у меня был в году шестнадцатом или семнадцатом я точно уже не помню но я помню как мне за один стрим задонатили полмиллиона сейчас конечно это кажется вообще мелочь буквально недавно я видел как одному стримеру задонатили 7000 евро причем одной суммой а мне тогда донат прилетали по 50000 то есть 50000 потом через 10 минут еще 50 и за весь стрим итоге полмиллиона ну мелочь имею ввиду на фоне того сколько раньше донатили стримером когда порнхаб помните мне донатил вот и тогда типа 500к закинули за стрим нихуя а потом то времена и шли дальше соответственно ничего на месте не стояло и наблюдал как другим стримером донатили там уже и намного больше и я такой типа а ну ладно я уже на фоне тех стримеров был вот таким вот типа малек в плане там донатов то есть тогда я гордился этим типа ебать до меня там столько закинули а сейчас типа блять там он кому-то там два ляма за стрим закинули и такой бля ну ладно тильт ну да тильт ну да и что ну да мне за девять лет два ляма а тут как бы за один стрим ну да и шо блять я тогда вообще не верил что это как-то серьезно буквально там за 40 минут полмиллиона ну это да тогда я в шоке был слушал 800000 закинул стример тоже может быть кто-то знает но строй огромная сумма денег честные к блядь сколько стримы до сих пор не знаю алёна строй блин ты чё-то попутал что ли эти блять сандалии я не пойму кому дарить за такие донатушки по выезжать а я тут сижу бля бурву нахуй блять а по итогу знаешь типа это из разряда ты типа смотришь тебя кен донатит тысячу рублей такой блин тебе братья говоришь от души прям а так братьки ну от души может быть кто-нибудь давай уже конечно блять кто кто-то я донат не пропускаю обычно такой донат стример у которого много зрителей ваще похуй ну даже не заметен чисто вот вообще просто и все и сумму я вообще не знаю как как за ним благодарить это просто какие-то да никак проигнори два типа людей которые донатят это те кто искренне кайфу этот контент и хотят поддержать стримера так или иначе да в зависимости от того что нужно стример или просто чтобы какой-то жест добрый воде никто кайфануть момент он гораздо более часто встречается психологический аспект когда ты донатишь на стриме твое твой никнейм и твое сообщение и суммы которые ты задонатил появляются на весь экран и вся аудитория так ща организуем и так ребят донаты от тысячи рублей теперь появляются на весь экран нахуй ну почти ну можешь сказать что на весь экран я все все вот так на весь экран были стримера видят тебя и твой никнейм когда вы смотрите трансляцию у вас как правило есть больше взаимосвязь с человеком который делает стрим чем если бы вы смотрели видосик на ю тубе вы можете влиять на процесс здесь есть уже такая интерактивная повлияли на прошу бля нашли навкал добавился в чате вы можете предложить что-то вы можете здорово вещь к себе он легает формат это я помню на вообще мне тоже добавляются на эмоции но не всегда и меняется на эмоции а тут за соточку что себе это соточка вот именно очень легко можно вызвать у себя у стримера и соответственно еще учете это соточка за реакция или подписку купить 130 рублей вот новый такой социальный уже не феномен это можно раньше нельзя было раньше на нас я же говорил до 15 года не было доната образовывается неизбежно к на большое количество людей образовывается комьюнити у любого комит его я его реально донат на весь экран ядрён батон как говорится подачи батон с картоном пасил тебя за полторы тысячи все погнали нахер спасибо тебе большое за донат я плюнул а еще виктория рус что сделала возобновил подписку уровня 2 нихуя-то блять спасибо тебе большое за скамели батон да почему за скамели человек решил вот те же только что объяснили почему люди донатит эмоции вы спасибо есть иерархия каждый зритель будучи находясь на стриме может по этой иерархической лестнице условный подниматься о батон ты так неплохо поднял сейчас по иерархической лестнице но пока что drama queen на самой верхушке видишь как бы там вот top today today у нас drama queen 6000 рублей ну да выделяться на фоне других зрителей тебя начинает узнавать стример он знает тебя по никнейму из раза в раз ты надо в списке топа донатера да и тебя он видит тебя в чате и здоровый индивидуально да 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 спирит спасибо тебе большое за подарочную подписку а спорных оба мы в жизни виделись он несколько раз реально матчат башку это мотаешь рассчитан правильные вещи говорит спорах об увиделся в жизни вообще так мы его амстердаме вместе были и в германии были были вместе в петербурге были вместе а а где еще там и были ну где-то мы еще народ были по-моему не помню уже что ёпарный театр блять такого отношения вот такого уровня близости доступа к телу да как говорят в случае с келебрити а ну в принципе можно доступ к телу тоже кстати получить будучи топ донатером имейте ввиду люди готовы донатить баснословные суммы я серьезно тебе говорю бренды давно поняли на стримах обитает нужная им аудитория только вот работать с ней научились пока не все оно и понятно сфера еще совсем молодая зато публика на рекламу реагирует очень резко и интеграция будет отвлекать их от просмотра любимого контента ехать антоша ворвался масса негатива прилетит как стримеру так и бренды да всем похуже давно пошел кейс там покрутил раза чё блять совсем насрать к сожалению люди не понимают что вот человек смотрит стрим ничего не платят абсолютно и что при этом как правило что-то просит не ну кто-то платит извини меня кто-то подписку покупает платную правильно и спасибо кстати абсолютно отсутствует лояльность к рекламе только ты начинаешь что-то рекламирует сразу продался чего сколько заплатил нет такой хуйни уже давно чё за бред вот тут сейчас не согласен хуйню несут уже все давно к этой рекламе привыкли блять люди даже казино че рекламирует всем уже похер давно вот своди блять тоже а воды выпить ну ладно еще рассказывают непонятно не может зависит от аудитории конечно может у кого-то до сих пор там еще осуждают за рекламу ну блять подожди батон подожди спасибо большое спирит за подарочную подписку и кобрыч теле но это это по факту работает остановить заработок первый мой рекламный контракт если я не ошибаюсь уже когда суббота а скоро блин что-то я вот точно не помню это были какие-то игрушки или какие-то наклейки по бартеру потому что мне было прикольно я написала людям говорю вот у меня вот есть такой контент давайте сделаем что-то прикольное и я не знала что за это как бы там вообще нужно деньги просить что-то такое и мне прислали продукт по моему какие-то игрушки это были и все и я так вот смотрите чем не прислали классно вопреки расхожему мнению геймингом интересуются самые разные бренды самые разные категории безусловно есть те которые эндемичны к геймингу киберспорту дан относится напрямую это производители клавиатур мышек компьютеров и так далее так далее у меня была первая реклама я еще разработчики игр и издать я не помню и игр которые хотят свои новые продукты рекламировать на большое количество геймеров буквально игру вчера никто не знал через неделю-две в нее играет весь мир вот как было с мангас например какая-то смесь мафии и каких-то какой-то игровой механики то есть это очень круто но почему-то никто не играл в эту игру в онлайн стиме был насколько я помню ух нихуя спирит спасибо тебе большое за три подарочных подписки то то есть они года или полутора лет более того сейчас все самые крупные игры выпускаются при поддержке стримеров в первый день вы же понимаете почему фортнайт стал таким популярным я же ведется записал по фортнайту тогда когда еще игра была вообще не известна и вот после этого она начала набирать свои вот эти вот обороты она сейчас такая известна потому что я тогда записал видео по фортнайт еще с айтипедии мы тогда записывали вместе видео пересмотреть там уже больше лям просмотров 3 мира мира так запускались апекс леджинс так запускалась куча игр а вот на этот опыт вича соответственно собирая такое количество аудитории они видят как играют жулинка спасибо наглядно видят геймплей и бегут скачивать прямо сейчас чтобы первыми освоить эту игру первыми поиграть возможно там успеть даже поиграть со своим любимым стримером случайно с ним оказаться в одной игре стримеры заработали в этом году более 20 миллиардов рублей giver собрали россиян один нахуй миллиарды господи боже мой не но если бы мы зарабатывали миллиарды это просто стримеры заработали говорит сколько нахуй 20 миллиардов 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 у нас стримеров то известно которые реально нормальные бабки зарабатывают от силы но вот можно по пальцам пересчитать получается по несколько миллиардов на одно рыло где мои миллиарды блять как они это считали как может с американскими не уже говорит русские стримеры я могу ошибаться конечно а у заблокировал засканел блин с тебя больше нет спасибо тебе за еще 3000 рублей батон нихуя спасибо спасибо реально души спасибо у тебя мешок золото ну да которая на саботу не буду разыгрывать ага блять ты уже видел реакцию мазелова на ток куда-то переехал смысле блять а откуда он знает куда я переехал 11 и 6 миллиардов а люди гораздо блять в одной игре стримеры заработали в этом году более 20 миллиардов рублей они но может быть реально про всех в мире тогда окей 11 нет россиян 6 миллиардов стримеры собрали с россиян 11 6 миллиардов рублей то есть он сейчас про донаты говорит уюта пиздец чего блять откуда цифры вообще теперь спасибо тебе за еще три подарочные подписки кстати реально воры уюта да не брала ваша миллиардов ли где сука их не вижу мы тогда сняли дом на рублевке какой-нибудь там я не знаю за миллионов миллионов блять рублей а люди гораздо более обеспечены тратят больше денег и то рынок игровой нацелен на то аудиторию которая платит спасло то видно да рынок обеспеченный пиздец аж сапки блять подешевели до 130 рублей это не все могут позволить себе купить эти сапки до сих пор даже если игрушка латер по словам этому ребенку купят эту игру большинство игр делается 18 плюс как раз под аудиторию которая взрослые которые платежеспособны даже если игрушка делается для ребенка ее все равно нужно покупать нужно все равно покупать компьютер игровая индустрия работает на ну да да покупать платежеспособную аудиторию все равно но самое главное это большой тренд последних лет в гейминг приходят очень активно и серьезно надолго бренды которые с этим до этого никак вообще не ассоциировались ну на самом деле то есть за жизнь просто не брать очень много брендов вообще которые автомобили строения сейчас ходят в киберспорт в разные и в команды и в турниры во все то есть привязка к стримерам тоже вот первый случай вот со мной получается тоже приходит все таки получается платежеспособна получается возраст всех геймеров то есть ты же понимаешь грубо говоря там в итоге это получается не стримеры там рекламируют крутые бренды а бустер потому что они больше никому что-то пока не приходили те же самые бмв вот я хочу бмв бмв привет ббб не буду не быдло не 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 я хочу передать и долбов что ли спасибо тебе хала за 140 рублей так вот у где мой бмв или хотя бы mercedes Ну ладно, Бентли Я готов делать сториз в инстаграме Там рекламировать всю эту штуку Даже на стриме готов сидеть Говорить, блин, ребят, сегодня Мерседес И поехал сюда, и всё И вообще заебись проехал Ленов был Спасибо тебе большое, кстати, за вызовление подписки Нет, Тойоту не надо Хотя Тойота Есть какая-нибудь Тойота бизнес-класс Или там какой-нибудь люкс Тойота есть? Кончится, грубо говоря, моим отцом, которым 59 лет Он до сих пор играет И мне кажется, честно, есть ли Камритрит, да блядь Не, нормально Видят результаты, видят существенный результат Они знают и начинают осознавать, что там огромная аудитория Которая важна и интересна для них Экономически активная аудитория И её внимание здесь В играх, в игровом контенте, на стримах На самом деле, очень часто рекламодатели Не понимают, с кем они работают И как мы работаем Стриминг достаточно молодой сегмент С точки зрения вот всех этих реклам Уважаемый же СВГН Вам уже известно о новых ценах сабок Так вот, сабка на ваш канал стоит 130 рублей Также Биг Мак стоит 130 рублей Большинство работяг встало перед выбором На что тратить кровные деньги Так что прошу вас написать эссе на 20 страниц с описанием Чем вы лучше Биг Мака Сабка это не вредно От сабки ты не наберёшь вес От сабки ты будешь получать только удовольствие От сабки у тебя не будет болеть живот От сабки ты не обосрёшься Не отравишься и так далее Короче, я уже достаточно перечил с тебе плюсов По которым стоит купить сабку Тебя мама нахуй накормит борщом лучше Свежим, настоящим, полезным И рекламодатель не понимает Что такое прямая трансляция И они не понимают А что за рекламодатель, который нихуя не понимает Вот такой так Надо рекламу купить, но я нихуя не понимаю А что такое прямая трансляция Это что? А искривая? Что, блять, за рекламодатели такие? Я даже таких не встречал Мне предлагали на дроне залететь в комнату Через балкон Я должен был изобразить удивление По техническому заданию Сорвать и немного кривляться, так сказать Ничего себе, а что это у нас тут? Он неправильно сейчас сказал Не ему надо было на дроне залететь А ему на балкон залетает дрон С дошираком, прицепленным к этому дрону, собственно говоря И он вот такой, типа О, нихуя, смотрите, у меня прилетел деширак Берет его такой и, типа, и все Я от этой рекламы отказался Потому что, типа, охуели что ли, блять Вид из окна палить сейчас бы еще Возле Кремля такой живешь, да? И тут И какой-нибудь ФСОшник, нахуй, с Кремля такой По этому дрону Пау, блять По дешираку Чтобы не летали здесь Охуели, блять В Навальный опять разоблачение снимает Уже с дешираком на нем Ну, до дела не дошло Потому что вроде прикольно Вроде прикольно Я бы мог бы видеть это где-то Представить в какой-то рекламе Именно на телевидении А все знают, как я реагирую на различные ситуации На все ситуации Вот и до каких-то игровых До жизненных Потому что я на стримах рассказываю жизненные истории Звучало Это не очень Моя аудитория была Да, прикольно Особенно, когда они до сих пор тебе не заплатили за эту рекламу Интеграция Это не просто там показал баннер и все там, типа Да, блять, не просто показал баннер, блять Там сидел, уже порвал за эту ебаную жвачку, блять, тухлую А по итогу, блять, тебя нахуй послали Сказали, типа Ну, извини, еще полгода Подожди, у нас денег нет Мы ждем инвестиций Ты такой А, ну ладно Не, ну как бы Ты как бы, извини, ладно, ок А шо, блять Нормально, блять Там был такой интерактивчик, виджет, вот Я на самом деле 5 не виновата Типа, жвачка здесь ни при чем Типа там эти, как они Как это хуйня называется Как это Винстрайк, вот эти вот, падла, блять Вот они деньги не платят Опять же Жвачка купила рекламу, соответственно Жвачка вот эта вот дала им уже деньги Получается Вот эти вот там Которые они мне должны Соответственно А деньги-то потом куда пропали-то, блять Они же должны были мне их уже так передать-то Че-то хуйня Не понимаю А жвачка, ну реально вкусно Так сказать, интеграция во время Вот этого всего Когда мы виджетов Использовали Взаимодействовали с ним Познакомился Со стримером будущим То есть, так сказать Чуть-чуть подбустил Это Алексей Пчелкин Прикольный чувачок Алексей Я Вячеслав Я нажмем на влюблен Оооо, Алексей Меня забустил бустер, да Можно и так сказать Забустил бустер Да Я тебя забустил Мне кажется, секрет идеальной интеграции Это все-таки честность Потому что я периодически Женючаю, что Рокомодатели приходят Прям с супер-огромным ТЗ Супер там четким ТЗ Что говорят, что нужно говорить Что нужно делать И я считаю, что аудитория Это абсолютно всегда чувствует Когда стример Грубо говоря Находится в определенных рамках И читает там, не знаю, по листочку Знаешь? Уберожив Спасибо тебе за бнову Влада, подписывай Сталкиваешься иногда с такой историей Что достаточно крупные бренды Которые Ну, это мировые бренды И они связаны как раз с геймингом Ну, как бы Они отказываются от того Чтобы ты, как девушка Рекламировал их игру Потому что Ну, наша игра Она для мужского комьюнити И ты такой думаешь А, да? Приходя на Твич Вместо глядя А, да? Ну, только вот Стример, что как раз таки Парни смотрят чаще всего Вот у меня, например, да? Большая женская аудитория Чего бы у меня не купить Там рекламку Блядь, херни для девочек Те же прокладки А почему вы соглашаетесь Без 100% предоплаты? А потому что так все рекламодатели работают Ну, которые, типа, там Такие серьезные Как Вайв Жилет И прочее Вот А, причем Чаще всего Деньги-то После того, как ты сделал рекламу Там, например, месяц интеграции прошел И то ты не сразу эти деньги получаешь Ну, как вы уже могли заметить Они только через месяц Их могут потом прислать Через два Вот За жвачку уже полгода прошло Сижу, жду, блядь А деньги-то уже заканчиваются Алис Мур Спасибо тебе большое Алиса Мур Спасибо за новоплатную подписку Вот А вы думали Все так просто, да? Хуя к тебе сразу деньги Не, нихуя А еще там Налоги заплати, блядь Проценты туда-сюда, блядь Ой, вообще пиздец За пельмени Я вообще так До сих пор и не получил Тогда еще давным-давным-давно Когда Сибирскую коллекцию рекламировал Половину-то мне денег Так и не прислали По итогу Охуя на рекламу, да? На Твиче Да, блядь, да Нормально только вот Когда рейды приходят Рейд Шаду Леджинс Или Викинги Все остальное Ну так, чисто по мелочи Там Повезет, придет Там что-нибудь раз в три месяца Где люди пришли смотреть гейминговый контент А тут вот так рассказывают И я тут смотрю Думаю, ебать Если бы я не был стримером Я бы точно потом попробовал Стать стримером Типа, ну ничего Как у вас все круто Самое худшее, что может быть Это Отвлекать их от этого контента Выдергивать оттуда Другой вопрос В этот контент можно интегрироваться Несколько примеров Стримеры играют в Третьих героев А зрители Благодаря виджету Который создал И проспонсировал бренд Могут Решить Так этот видос Как раз для рекламодателей Ну бля, посмотрим Сколько после этого придет Ксюшка, спасибо Ага Вот этот институт развития Как я понимаю 40 миллионов дал Блядь На то, чтобы они все это сняли Уюта Я вообще вахуй Криска, спасибо тебе большое За новоплатную подписку Малифу, ты думал Мазелов написано Мазелыч А тут Малезич Блядь Нормально Паша в своем уже видосе снялся в главной роли Да это не его видос Ммм, так Ладно Вообще Балдешь Сколько тебе заплатили? Мне? Чтобы я там снялся? Ноль Вообще ничего не заплатили О, нихуя Вот машина, кстати, будет моя Уууу Бля, когда-нибудь